Всем привет! С вами канал Подрюкзак и мы в велопоходе. В небольшом велопоходе по Байкалу в стиле байкпакинг Стартовали мы от турбазы у юга и двигаемся вдоль побережья Малого моря. Набрали воды возле Курмы в Серебряном ключе. Вот. Потихоньку едем. Все. Поход считается открытым. Весь маршрут пролегает по такой вот каменистой дороге. Справа Байкал. Слева небольшие холмы, пирогоры. Растет лиственница в основном. Сосна. По-моему, больше ничего здесь не растет из деревьев. В принципе, сезон на Байкале еще не начался, поэтому людей мало. Вот эти стоянки вдоль берега обычно заняты. Ну, это где-то середина июля, а август здесь много людей. Еще здесь обитает достаточно много агарий. Это такие большие утки. На гусей похожи. Черно-бело-рыжие такие. Небольшой спуск. По камере непонятно, но он есть. Остановились на перекус. Вдоль берега вот такая вот желтая взвесь. Несколько лет назад был большой скандал в интернете. Как-то кто-то увидел из туристов, как же загрязнен Байкал. Оказалось в итоге, что это скопление пыльцы сосен, лиственниц, которые цветут. И пыльца вот этих вот прибрежных деревьев сбивается у берега. Так что тревога оказалась ложной. Это всего лишь пыльца. Такие палаточные лагеря вдоль Байкала. Детские, скорее всего. Да? Взрослый палаточный лагерь. Взрослый приезжает на недельку и, как дети, придаются безвыгранным усилиям. Да, вроде не дети там ни разу. Ну вот препятствия посерьезнее. Речка Улан-Хан. Да, по идее, должен быть мостик. Но его надо отыскать. Жертвы этой реки грустно лежат и грустно висят. А Стас поехал искать мост. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда направляетесь? Здравствуйте. А туда это куда? Вы что, до Кочерякова туда идите? Нет, мы до зундуков дальше не пойдем. А, до зундуков. Осторожно, медведи на берег вышли. Ну да, само собой. Надо было газовые баллончики брать. У нас есть, по швеям. У нас есть, по швеям. У нас есть, по швеям. На берегу прямо. Понятно. Ну, хоть что там же люди вон стоят машины. Не, ну здесь, здесь нет. Дальше туда. Вы еще дальше уйдете километров от этого места. Вот какие-то эти медведи бешеные пошли. Они что-то на людей бежать начали. Да? Вот недавно, прямо то, что сетка рябиса спасла людей. Они через поле бежали, бежали, сетку не видела. В сетке замоталась. Ага. Можно ли повстречать хоть раз охотника, чтобы они тебя не пугали медведем? Бешеным, бешеным. Бешеным, да. Это просто бесконечная история. Встречал охотника, они тебе рассказывают, как медведи их всех сожрали. Подранки. Не, ну может быть на самом деле кто-то на лодке где-то видел. О, баклан полетел. Ну все, устанавливаемся. Вот такая поляночка. Здесь все побережье. В таких вот полянках рай для кемперов. Собственно здесь, поэтому все лето кемпинги и устраивают. Потому что уютные полянки. В принципе тихо. Тихо. Какая-то здесь такая у всех негласная культура. Без шума. Тихий отдых. Пусть так и будет. Тихо. 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 Несмотря на то, что Байкал чистейшее озеро планеты. в прибрежной части пить воду сырую не рекомендуется это я открыл фильтр, это керамический фильтр получается и он весь в пыльце это первое его использование он был беленький, теперь вот такой желтый а вот чистая вода отфильтрованная наступил новый день и мы едем дальше хотя был большой соблазн остаться и никуда не ехать по таким камням без амортизационной вилки быстро и не поедешь ну может на фэтбайке или на бескамерке на низком давлении оба велосипеда у нас с камерами поэтому давление не низкое на низком можно быстро пробиться но таких камнях приходится ехать не быстро страдать немножко а другой дороги тут нет проехали 6 километров дорога то хуже то лучше сейчас вот более-менее покрытие камни не очень крупные поэтому ехать можно москва Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да-да, разбудили инспектора Да пропустили дальше Проезжаем мыс Оттохушун Такие здесь не очень веселые пейзажи Надо сказать, что после нашего места, где мы стояли Больше хороших мест, по сути, где было бы приятно поставить палатку Но нету Конечно, можно где угодно ставить Хоть здесь Но именно по уютности Наше место было последним Виды повторяются Из одной долины в другую переезжаем Дорога то лучше, то хуже становится Субтитры сделал DimaTorzok Из-за гор у нас надвигается чмо Оно уже и солнце закрыло Еще и громыхает Красивое болотце Отделено косой от Байкала Всякая живность плавает Пернатое Уютное такое Озерцо Ну а мы почти приехали В общем, добрались до места Мы хотели еще на гору заехать Но пока не решили Надо ли нам в гору вот с этой тучей Или не надо Или мы до реки доедем Возле нее постоим Видимо, сейчас будем искать место Возле речки доставать Поставились в лесочке Тент натянули Пока что Неполноценно палатку поставили Посмотрим Какова перспектива Вот у этой Грозовой тучи Которая очень медленно движется То ли будет дождь То ли не будет То ли сильный То ли не сильный Поэтому пока Зависли здесь В леске Там шумит речка Царский перекус Паштет хлебцы Колбаски И полная защита От насекомых Собрались Несмотря на то, что Небо затянуто Даже кое-что Гремит Но все-таки решили Довериться прогнозам Которые говорят Что не будет дождя И двинуть наверх Все ради красивых кадров Вот она гора Зундук И мы хотим Где-то Где-то вот На ее склонах На ее вершине Оказаться Посмотрим Получится ли И долина речки Зундук Здесь дорога Которая шла прямо Вдоль побережья Уходит В сторону В ущелье Чтобы там сделать Поворот И она идет там За горой А нам надо Повторюсь На гору Вот посмотрим Как она Загрузились водой На реке Наверное Литров 8 Набрали Хотя больше Где-то 9 С чем-то Вот Едем в гору Автомобильный перевал А дальше от него отворот будет На саму вершину Вершина перевала Так вот Печальненько здесь Все выглядит Туда дальше Пошел спуск В поселок В деревню Зама А вот здесь Вот такой отворотик С виду неприметный Вот тут какое Звериное царство Там еще и медвежачьи следы Каких только нету Что-то вообще Не хочется Вот туда вот идти Что-то как-то Не очень это все Выглядит Перспективно Вот Видно И большие следы И маленькие Маленькие ножки Не спеша Тра-та-та-та-та-та-та Мы оттуда приехали И они туда ушли Где-то там ходят Свернули в сторону горы Здесь вот нашли Много следов медведей Следы нескольких медведей Точнее Ну и Сама дорога С завалами Не пользуется ей Или если пользуется То редко Ну Много комаров Решили поехать вниз Вот только съехали Опять на главную дорогу И здесь вот Маленькая Грязевая лужица И тут же след медведя Все кругом сухое А он прошел здесь Это уже какой-то другой медведь Средних размеров Там-то был большой И маленький А этот такой Трехлетний Какой-то Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Экспресс-обзор наших сумок для байкпайкинга На этом велосипеде У нас установлены сумки Ортлиб Есть еще китайский Реноволк И это Вообще не помню Как называется Вот русские Есть Кайлер Сумки Ну В общем Они почти полностью загружены Хотя Можно еще Добавить Для большей автономки Вещей И продуктов Вот в этой сумке У нас только Фотоаппарат находится То есть Так она под мелочи Всякие Но Здесь Съемочное оборудование На вилках Амортизационных Нету крепления Под сумки Поэтому Были докоплены Крепления Топик Вместе с Кейджами Топик И они Ставятся В общем На любую вилку В отличие Вот от немецких Сумок Кортли Например У русских Кайлер У них Не очень Водопроницаемость У них На просвет Видны отверстия В местах Где стропа На этом велосипеде Установлены Сумки Воха Это Корейская фирма Насколько я понимаю Это полностью Корейские Сумки Они Отличаются От Ортлиба Тем что Они полегче Но зато Они Менее прочные Хуже Держат Форму Задняя сумка Болтается Сильнее Чем Ортлиб А так Вполне Хорошие Прилично Выглядят Практически Весь комплект Здесь Воха Кроме Вот этой Рокброс Китайской И Кормушек От Трина Волк Передняя Сумка Также Под съемочное Оборудование В отличие От Другого Велосипеда Здесь Крепление На вилке На карбоновой Вилке Китайской Установлены Изначально Вот эти Кейджи Они Под Крепление Встают Подходят Так Мы Собрали Все Вещи И Сегодня Наша Цель Проехать Примерно 45 Км До Точки Старта И Ехать Домой 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 Людей Которые Здесь Захоронены Видимо Которые Здесь Жили Вот Например У Багаев М.Б. Иланин А.Ф В 68 Году 17 Апреля Трагически Погибли Но Если Мы Видим Байкал И Апрель Месяц Сразу Понимаем Что Люди Провалились Под Лед Ого Сурово Это Ты Водонепроницаемость Сума Кайлер Проверяешь Да Думаю Проверяюсь Наверное Это Такого Да Доехали До Местности Где Дорога Превратилась В Стиральную Доску Кременистую Ехать Здесь Вообще Неприятно Отвалился На Креплениях Бутылок Болт И Выпала Бутылка Хорошо Что Все Было Рядом Доехали Доехали до нашей Прекрасной Стоянки Где Ночевали Первую ночь До чего же Классные места Вот честно Дальше До Наверное Зундуков Никаких Хороших Мест И нету Уютненьких А здесь Такие Милые Полянки Все Остаемся Шубка Продолжение следует Доехали до цивилизации Называется Там Лагерь Здесь Какое-то Безобразие Это Про то Что Таня Говорила Взрослый Лагерь Московский Они Дают Возможность Пожить Вот в этих Палаточках Копия Хуба-хуба Наверное Не Что-то Попроще У них Палаточного Люкса Не Предусмотрено Только Для вожатых Большие Палаточки Тут Еще и Подъемы Какие-то Неожиданные А вон Бакланы Сидят Где-то Под Скалой Сидят Одна Крылья Сушат Не Видно Приехали в Курму До финиша Осталось Совсем Чуть Сейчас Нас Ждет Награда В виде Колы Холодненькой И еще Пара Километров Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует